Рыбы, приветствую вас, мои дорогие! Давайте посмотрим ваш расклад на сентябрь месяца. Что вас ожидает в начале, в середине, в конце месяца? В конце расклада я возьму для вас карту совета и посмотрим, что вам высшие силы советуют. Первая карта для вас в начале месяца – семерка мечей. Знаете, рыбы, обращайте внимание вокруг себя, с кем вы дружите, с кем вы общаетесь, потому что здесь показывает, что очень много энергетических вампиров, очень много хитрости от людей, которому вы допускаете близко к своему сердцу. Это могут быть не близкие люди, это те люди, которым вы доверяете, но вам нужно и стоит на это обращать внимание. Давайте посмотрим следующую карту. Следующая карта – двойка Пентакли. Сохранение своей равенства, своей стабильности. Здесь показывает шаг налево, шаг направо. Вы можете, может некоторые быть проблемы по здоровью, может быть, не будут силы, или может быть даже обман по поводу каких-то финансов. Здесь все-таки обращайте внимание, кто попросит у вас в долг, или кто будет близко к вам, да, и интересоваться по поводу вашей работы или финансов. Все-таки здесь не стоит ничего никому рассказывать. Давайте посмотрим следующая карта для вас на начало. Девятка Жилла. Обороняться. Поставить себе защиту. Здесь, если сказать мне как мастеру, здесь все-таки требует от вас, да, какая-то чистка и поставить себе защиту, себе охранять. Если мы уберем то, что касается каких-то магических ритуалов, то здесь все-таки вы должны закрываться, вы должны, может, расстаться с кем, или поставить точки, да, в общении. Потому что есть люди, которые вас обманывают. И здесь стоит, вот все-таки здесь два человека, может быть, на которые вам нужно обращать внимание. Давайте посмотрим следующая карта на середине месяца. Восьмерка мечей. Вы будете гореть в середине месяца изнутри. У вас будет такое ощущение, что у вас нет возможности выйти из той состояния, из переживаний, из боли, из страданий. Хотя решение здесь есть. Хотя, если будете обращать внимание и уберете ненужных людей из вашей жизни, то вы выйдете из этой состояния. Давайте посмотрим следующая карта. Следующая карта – это тройка кубков. Тройка кубков – это показывает, знаете, что вы очень легкомыслим. Вы не обращаете внимания. Вы не смотрите, да. Может быть, это те люди, которые вы сидите за одним столом. Да, вы которому рассказываете, что происходит у вас на работе, что происходит в отношении, или даже то, что вы одиноки. Но если вы хотите быть счастливы, сохраните это только для вас. Это радости только для вас. И не нужно никому ничего рассказывать. Давайте посмотрим следующая карта для вас. Это десятка мечей. Эта десятка мечей показывает предательство. Будет вот в середине месяца, если вы не поймете и не даете себе возможность закрыться от каких-то людей, то вы не будете ожидать в середине, что человек вас будет предавать. Будет или рассказывать, или будет как-то что-то сделать, но это будет в худшую сторону для вас. Давайте посмотрим следующая карта. Следующая карта на конец месяца. На конец месяца, что вам высшие силы. Десятка жезлов. Закрытые дороги. Закрытые каких-то возможностей. Перемен. Знаете, здесь по этому раскладу, знаете, как тупиковая ситуация у людей происходит. Может, это не для всех, для некоторых. Но здесь может быть, как-то, знаете, кто-то попытается вас закрыть, или кто-то закрывает ваши дороги. Если сказать про магические какие-то воздействия, здесь как будто вам делается, для того, чтобы вам закрыли эту дорогу, эти дороги и в работе, и в финансах, и в отношении, для того, чтобы вы были даже счастливы. Мужчина и женщина. Знаете, я вам хочу сказать, если не касаться вот именно магические воздействия, не тащить, не нужно таскать весь груз от других людей на себя. Не стоит все-таки помочь людям, которые не нужны. Здесь все-таки, знаете, будет, может вначале кто-то нуждаться в вашей помощи, будет похитрым, будет вас обмануть, а в конце для вас это будет как тяжелый груз, для вас будет как тяжелая ноша. Давайте посмотрим следующая карта на конец месяца. Двойка мечей. Закрыться. Поставить себе защиту, не бояться сказать людям нет, то, что если вы не можете помочь. Знаете, здесь как от вас требуется открыть глаза и понимание, в каких отношениях вы находитесь, или какие, да, может быть новые знакомства. Некоторые могут быть, что даже не знают, что находится в треугольнике, и для вас это как тупиковые, да, и высшие силы закрывают вам дороги. И все-таки посмотрите по вашей ситуации. Давайте посмотрим карта совета, и что вам высшие силы вам советуют, для вас, мои дорогие. Карта умеренность. Принятие правильное решение. Сделать какой-то выбор. Но этот выбор касается только от вас. Здесь вот именно на протяжении всего месяца по умеренности требуется от вас какой-то внутренний контроль. Внутреннее ваше состояние и понятие, кто вам делает больно, кто вас обманывает, кто хитрит по стороне вас. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Для личного расклада обращаемся по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на YouTube-канале.